здравствуйте в предыдущем коротком видео мы с вами посмотрели на те земельные участки которые попадают под пригодную для строительства область сейчас же мы с вами найти должны найти те области где станцию строить нельзя давайте быстро поговорим критерии которые нас ограничивают мы не можем строить станцию ближе чем на расстоянии 150 метров от парков и если большинство парков находится в принципе далеко от области строительства то один парк который мы с вами вносили как раз находится очень недалеко от области где мы можем производить стройку соответственно мы не зря создавали контур этого парка дальше у нас есть земельные участки которые заняты жилыми строениями мы помним что мы станцию не можем стоять ближе чем на расстоянии 150 метров от таких жилых участков для того чтобы учесть такие ограничения мы должны будем построить буферные области вокруг парков вокруг земельных участков отражающих определенному критерию помимо этого мы помним что нельзя старая ставить станцию водоочистки в области затопления то есть в области там где у нас выходят грунтовые воды периодически возникает подтопление ну и давайте попробуем соответственно решать потихонечку эти задачи и так значит первое что мы сделаем мы создадим буферные зоны вокруг парков опять же сейчас ни один паркова нас не выделен мы можем с вами убедиться в этом открыв open attribute table вот у нас перечислены все наши парки с их номерами соответственно ни одна запись у нас сейчас не выделено закроем это окно и попробуем создать буферные зоны вариант создания буферных зон для парков вы уже знаете мы можем выбрать инструменты art toolbox в нем найти раздел analysis tools в нем раздел proximity инструмент буфер где мы можем указать входные объекты это парке выходной класс что-нибудь типа park buff расстояние 150 метров site type full закругление round и dissolve type all если у нас несколько перекроется областей где могут для буферных зон то в этом случае мы их можем сделать слияние но мы сейчас поступим другим образом мы не будем использовать инструмент буфер а мы воспользуемся инструментом командной строки и будем писать текст команды на языке python для того чтобы выполнить нужные нам действия закрываем команду буфер закрываем окно art toolbox и вызываем командный интерпретатор сюда мы можем вводить какие-то простые команды например 2 плюс 2 равно 4 определять переменные и давать указание виде команд на выполнение тех или иных действий если мы сейчас попробуем выполнить действия в соответствии с тем что нам подсказывает учебник то результата мы не получим потому что синтаксис команд который мы будем использовать отличается от того что указано учебники ну так получилось что же нам делать как же нам определиться как выполнить команду на самом деле я тоже в голове такие вещи зачастую не держу и тут нам поможет справка я уже говорил на наших занятиях что справка это очень мощный разветвленный инструмент очень детальный и там безусловно указано какие команды можно использовать и как открываем help здесь у нас argis desktop help вводим команду буфер в окне поиска нажимаем enter получаем результаты находим буфер аналайзис создание буферов здесь показано как работает этот инструмент можно сразу обратить внимание что если входные объекты точечного характера то вот у нас буферные зоны это окружности сразу тут же показано тип слияния если у нас слияние не происходит то вокруг каждой точки формируется своя буферная зона до тех пор пока они не пересеклись мы получаем общий объект для линейных объектов аналогичная ситуация вот буферные зоны для полигональных тоже нет слияния есть слияние давайте прокрутим вниз инструмент справки и посмотрим как работает команда буфер прокручиваем самый низ и вот здесь вот приведены примеры команды code sample и рассказано как писать эту команду значит команда буфер аналайзис нам нужно для того чтобы компьютер понял что мы вводим команды относящиеся к ордису мы должны указать пространство имен арк пай давайте попробуем выполнить эти действия открываем окно арк каталога с командным интерпретатором пишем арк пай тут нам тут же выскакивает помощник который предлагает дописывать нам команды видим команду буфер аналайзис команда должна быть за большой буквы здесь есть зависимость от регистра и давайте смотреть мы открываем первую скобку нам тут же в правой части окна приводится синтаксис команды и предлагается помощникам заполнять разделы параметры нашей команды и так мы будем с вами создавать буферные зоны вокруг парков поэтому нам нужен слой парк полигон команда заканчивается параметр параметра должен стать должна стать запятая ставим запятую и следующий вариант это аутпуд фьючер класс то есть куда мы вводим результаты ну давайте попробуем ввести наш адрес значит адрес мы должны будем так как это строковый параметр в идеале заключить в кавычки давайте попробуем это сделать ставим кавычки и пишем мы помним что наши результаты хранятся на диске c в каталоге темп и и так далее для того чтобы мне сейчас не воспроизводить этот путь мне проще всего открыть наше местоположение в проводнике windows найти нужную папку щелкнуть в строку адреса и скопировать эту команду сказать копия и прямо ее сюда вставить control c control v результирующий набор данных мы назовем как парк 02 производная от парков буф то есть буферная зона этот параметр мы ввели с вами поставили запятую следующий параметр который мы должны указать это расстояние до наших парков до границы парка в данном случае это 150 метров вводим 150 здесь нужно либо указывать явном виде единицы измерения тогда мы писали метр с километр с так далее либо эти значения будут приняты в единицах характерно для нашего проекта в данном случае мы видим это метры в нижнем правом углу следующий тип слияния а вот сайт только внешне либо фул выбираем фул запятая line and type мы будем делать закруглен закругление на границах наших объектов dissolve options слияние полное делаем следующие параметры у нас указаны вот таких вот фигурных скопах но собственно эти тоже они опциональны для заполнения мы больше их не указываем dissolve options dissolve field и так далее мы закрываем скобку и можем выполнить нашу команду команда выполняется нажатием клавиши enter пока она выполняется еще раз подскажу то что мы воспользовались справкой и мы видим первую ошибку то есть команда не выполнилась давайте посмотрим в чем у нас проблема ну собственно ошибка нам здесь мало что говорит на самом деле проблема скорее всего в том как указан путь для выходного файла вот такие обратные наклонные черточки воспринимаются как управляющая команда поэтому их мы должны будем с вами заменить на двойные на двойную черту давайте попробуем это сделать нам нужно ввести заново эту команду мы можем ее просто скопировать скопировать control c control v либо есть более простой вариант я нажимаю стрелку вверх находясь команды интерпретаторы сотру все что у нас есть строке приглашения и нажимая стрелку вверх и вниз я могу перебирать последовательно те команды которые до этого вводились но теперь осталось только модифицировать команду добавив дополнительные элементы и и попробуем еще раз выполнить эту команду теперь мы видим диалоговое окно которое говорит что команда выполнена успешно мы видим с вами что появился новый набор данных новый слой парк 02 буф давайте пока сдвинем команды интерпретатор вниз нашего окна и мы видим действительно вокруг парков построены буферные зоны чтобы это было более понятно этот слой мы отправим под слой с парками можно парк полигон сказать zoom to layer и мы видим что вокруг каждого парка сформировалась буферная зона на расстоянии 150 метров вот я ее включил и включил кажется что использование командного интерпретатора это очень сложный процесс на самом деле нет команда вводится довольно легко если вы не знаете какая команда всегда можно обратиться к справке теперь я ее закрою потому что она мне больше сейчас не нужна силу командного интерпретатора я сейчас немножко проиллюстрирую хотя учебник нам это и не предлагает давайте представим что нам нужно рассмотреть несколько сценариев возможных сценариев установки нашей станции водоочистки например вам сказано рассмотреть не только 150 метровые буферные зоны вокруг станции но допустим еще и 300 метровую что мы делаем мы вводим команду еще раз как мы знаем ее не обязательно набирать ее можно либо скопировать и вставить либо нажать клавишу вверх и вот мы видим уже команду которую мы до этого вводили если нам нужно построить буферную зону на большем расстоянии например 200 метров вместо параметра 150 ставим 200 ну и конечно же нам нужно будет задать другое имя файла например парк 02 буф 200 выполняем эту команду enter буквально через секунду сформировался новый слой данных давайте повторим ту же самую команду но теперь у нас будет еще расстояние 250 метров нажимаем клавишу enter выполняем команду ну и еще раз 300 метров сделаем буферную зону enter ну и посмотрим что у нас получилось теперь я закрою командный интерпретатор и расставлю так чтобы у нас в самом низу была 300 метровая буферная зона перетягиваю этот слой ниже потом 250 метровая потом 200 метровая и потом наше 150 метровая посмотрите какая красота получилась ну на примере нашего вот этого парка вот у нас буферные зоны увеличивающиеся на 50 метров насколько быстро и эффективно использование командного интерпретатора для того чтобы вводить инотипные действия в противном случае вам каждый раз пришлось бы вызывать арктулбокс строить команду буфер заполнять все вот эти значения это бы потребовало больше времени существенно более того выполнение таких команд можно автоматизировать можно попросить компьютер построить хоть тысячу буферных зон допустим через каждый метр написав цикл если кто-то из вас знаком с языками программирования когда-то хотя бы в школе этим занимался то вы понимаете как устроены циклы закроем арктулбокс таким образом на этом коротком занятии мы с вами освоили использование инструмента командной строки для того чтобы писать простые команды и с одной стороны дублируют инструменты арктулбокс с другой стороны являются мощным самостоятельным средством для выполнения тех или иных действий спасибо за внимание